Дорогие друзья, я, если можно, с некоторыми своими комментариями вмешаюсь в процесс. Дело в том, что сейчас многие объекты переданы церкви, и об этом Ольга Александровна говорила по докладу Маслова Евгения Александровича. Что делать нам? Дальше рассуждаем так. Какая-то часть объектов культурного наследия была передана церкви, передана не по документам, но отдана в пользование каким-то образом. Это было начало середины 90-х годов. Там, где храмы открывались в районных центрах, это было в основном, вот в то время там располагались именно православные храмы. Эти здания, в общем-то, не вызывают тревоги, они, как правило, сохранены, крыши там не текут. Это понятно. То, что было передано в 2009-10 году, там их уже, этих объектов стало много, но, вероятно, власти увидели, что церковь сохраняет эти объекты, и подумали, вот, наконец-то нашлось. Есть такая партия, в общем. Отдать это все церкви. И, на самом деле, сейчас из того, что передано, только, я думаю, очень небольшая часть реально будет востребована, ну, это храмы в основном, подхрамы. Замки вообще, ну, не очень понятно. Да, понятно, это были монастыри, замок – это монастырь, рыцарь – это монах. Все, я надеюсь, никто не сомневается в этом. Там те же были обеты монашеские, образ жизни, но устраивать монастыри во всех 20 замках и на руинах этих замков, ну, это нереально, и сейчас не такая ситуация. Итак, я понимаю, что, ну, я понимаю, как все-таки епископ церкви, я понимаю, что эти объекты даны церкви на сохранение. А вообще, говоря, по-настоящему они принадлежат всему обществу. То есть, владения у церкви этого нет. То есть, мы не можем там сделать все, что угодно по этическим соображениям, не можем там сделать пив-бары, там, еще что-то такое. Не можем. Мы не можем продать, по сути, это, потому что, ну, это, в общем-то, не для этого передали, чтобы мы тут продавали это имущество. Да никто и не купит, кстати говоря. Единственный способ привлечь людей, которые хотят этим заниматься, это передать в пользование. Есть несколько хороших, успешных случаев такой передачи. Это замок Инстербург и замок Рогнит. Вот то, что сейчас на подходе Гердауэн. То есть, там, где те, кто хочет взять их в пользование, они готовы там трудиться, убирать, все сохранять, вкладывать деньги. Тем более, есть губернаторская программа, о которой Александра говорила. И можно будет, можно надеяться, что некоторые объекты будут сохранены вот таким способом. Об остальных будем просто ждать своего времени, потому что, ну, говорили, что очень дорого. Конечно, если бы был энтузиазм всенародный, можно было бы такими волонтерскими средствами что-то делать, но это все равно не будет восстановлением и даже консервацией. Вот, поэтому, если кто-то имеет предложение, самые, самые странные, может быть, и самые необычные, ну, предложите, что делать, как поступить, чтобы сохранить эти объекты. Собственно говоря, естественно, что никакой прибыли церковь не намерена, в принципе, получить от этого всего. Не намерена, потому что, ну, даже если сейчас попытаться сдать в аренду вот замок Георгенбург за рубль в год, кто хочет? Есть желающие? Я готов. Нет желающих, правильно? Правильно. То есть, так бы рубль заработала церковь, а так ничего не заработало. Ну, понятно. Вот, в общем, такая ситуация интересная. И, но в то же время, в то же время, есть спрос, есть интерес. Вот здесь, в замке Георгенбург, в сутки, ну, в день, ночью не ходят, туристов около 100, в среднем 100 человек в день посещает замок. Тут нас подсчитывали, в выходные дни 200-300, не считая даже автобусов, которые привозят группы. Это такие самодеятельные туристы, которым интересно посмотреть, и они приехали. Вероятно, лучше всего стоит говорить о музеификации какой-либо. И вот у нас сейчас после кофе-паузы предполагается доклад Алексея Олеговича Кожемякина, который скажет о концепциях, концепции, возможной концепции музея. Вот, наверное, это выход из положения, вот как раз оставить для осмотра людей, и в то же время сохранить здание. Потому что здание сохраняется тогда, когда оно нужно людям. В другом случае оно разрушается, и ничего мы с этим не сделаем. Спасибо вам за участие, за внимание. Сейчас, наверное, кофе-пауза, да, Алексей Сергеевич? Спасибо. Спасибо.